приветствую всех на моем канале и вам наверное интересно почему эти страшные ногтики сейчас на видео а эти страшные ногтики именно они не дают мне снимать дальнейшие видео не дают мне снять видео про поделки про то как я пишу картины обучающие уроки рисования и мне нужно с ними что-то срочно делать у меня на ногтях шиллак мне приходила девочка и делала их у меня на дому на рабочих пальцах шиллак естественно быстрее повреждается и с ним мои ногти тут уже сломался этот сломался уже несколько раз я простым лаком красным покрывал это все возможно это даже было видно на видео но я никому об этом не говорила и в общем вот такая такая страхомудия происходит с моими ногтями я попробую шиллак на ногтях снять в домашних условиях по салонам я не хожу девочку лишний раз беспокоить не хочу и заодно хочу проверить можно ли снять шиллак в домашних условиях то есть самому что же нам понадобится для этого белочка ватные диски ножницы и фольга вот что я собрала вот таких вот два ватных диска мне понадобится фольга чтобы заматывать ногтики вот такая вот пилочка я у себя ее нашла она мне очень давнишняя и такое у нее покрытие но настоящая наждачка к мелкая наждачка вот такая вот штукенция кусачки для ногтей я от очи каю лишнее и само 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 средство для снятия ногтей специального у меня нету для шиллака есть вот такой вот совдеповский вариант средство для снятия лака на ногтей ацетон по простому говоря называется он еще тут каприз ну не знаю сможет ли он снять шиллак вот проверим ну что начну пожалуй и начну я с того что отрежу лишняя потому что у меня ногти уже разного размера здесь вообще короткие здесь вот остатки роскоши на больших пальцах вообще не понятно что короткие какие-то бугры непонятная непонятность таким макаром сейчас я попытаюсь отрезать лишнее все ногтики свои почикала что теперь мне нужно дальше сделать вот вот этой пилочкой наждачкой я должна спилить верхнюю часть шиллака то есть то что называется цель цветом то есть дойти до базы подпилить ее еще чуть-чуть и таким образом по идее у нас шиллак должен сняться легче буду все делать так как мне рассказывала моя девочка которая мне наносила этот шиллак в общем начинаю спиливать верхнюю часть шиллака вот что у меня пока получилось на данном этапе я сняла лак для ногтей который наносила наш шиллак то есть красный простой обыкновенный дешевый вонючий красный лак который я наносила поверх шиллака я его сняла уже на этой руке подпилила сам шиллак на вот этих пальчиках он уже спросился чтоб его сняли сдерли и я его своими уже ручками сама сняла его то же самое произошло у меня и на этой руке только на этих двух пальчиках вот здесь я на этих ногтях уже поработала этой пилочкой наждачкой да вот таким вот образом главное надо быть тут тоже аккуратным чтоб не переусердствовать и не спилякать свой полностью ноготь теперь у меня остались кусочки на этих ногтях видите сразу видно что снимается верхний слой что с ним происходит я конечно боялась что работы будет намного больше вот как выглядит вот этот кусок шиллака красного лака что мне остался на ногте и вот это то что я уже поспиливала верхний слой да был очень красивый так на этих ногтях надо поспиливать делаем это аккуратненько чтобы такой вот пилочкой наждачкой не поранить себя не спилить лишнее не спилить палец ноготь свой вот видите видите вот так вот то же самое на мизинчики все теперь нам нужно взять ватный диск разрезать его напополам затем отрезаем такие вот небольшие дольки диска как кусочки пиццы на ноготочек вот так вот чтобы таких мне понадобится раз два три четыре пять шесть штучек так как у меня с десяти осталось на шести пальчиках немножко шеллака и отрезаю еще для моих ногти как хватило мне одного диска теперь я беру вот этот ацетон ноготок или каприз вот так вот мочим его хорошенечко и на большой пальчик заворачиваю теперь беру фольгу и обматываю фольгой фольгой наш пальчик и оставляю его там париться на 15 минут то же самое я проделываю с остальными ногтиками где есть у нас шеллак вот сюда налепливаю шпуль все на этой ручке я уже себе сделала теперь надо же как-то и на этой руке сделать вот так вот и а о в и а я Девчонки, девчонки, смотрите, что у меня получилось. Вот, сняла я вот этот пальчик большой, с помощью данной пилочкой сняла вот так вот, и все, оно прекрасно сдерлось, отлично. Вот, перехожу на следующий пальчик, и посмотрим, получится ли такой же фокус с этим пальчиком. Так, сейчас посмотрим. Смотрите, все. Специального у меня приспособления для этого нету, никакой там апельсиновой палочки, либо железной лопаточки для снятия лака, но у меня есть вот такая железная или какая-то пилочка, и с помощью нее я снимаю. Все. Отлично это снимается. И не нужно идти для этого кому-то, куда-то, в специальный салон, просить, чтобы приезжали, снимали, платить за это еще деньги, да, но и так в домашних условиях можно спокойно это сделать и сэкономить. Еще раз повторюсь, что у меня обыкновенный ацетон. Такая вот дешевая за 2 копейки, ну, это я ультрирую, короче, дешевая вот такая вот жидкость для снятия лака. Не надо специальные какие-то там что-то придумывать за бешеные деньги. Так, что тут у нас с мизинчиком? С мизинчика тоже все спокойно снимается. Конечно, самому себе это неудобно делать. Ну, тем не менее, это же можно сделать. Когда я замотала себе пальчики, думала, что никаких ощущений не будет, никакой реакции. И вообще, навряд ли что-то из этого получится в таких вот спартанских условиях. Но нет, я почувствовала, что под фольгой начинается какая-то реакция, какое-то тепло происходить. В любом случае, как мы видим, это работает. Так что, пожалуйста, кто хочет сэкономить на снятие шелака, или нет времени ходить по салонам, или не хочется отдавать лишние деньги за это, можно спокойно самому дома это сделать. Конечно, такое ощущение, что он снимается с пластинкой. Немножко так. Вот так. Сейчас хочу посмотреть, как работает это средство. Такой метод на этом пальце, где больше всего у нас было покрытие шелаком. Вот. И как видим, тоже все замечательно работает. Отходит замечательно. Все. И с последнего. Все, мои пальчики готовы, ногтики готовы. Все снялось замечательно, я довольна. Теперь будут у меня аккуратненькие ногтики. Конечно, видно повреждения, не без этого. Нужно сполоснуть их, что я уже сделала, и каким-то маслом помазать. У меня есть вот такое вот кокосовое масло. Оно у меня уже очень давно. И оно, в принципе, для косметических всяких процедур. Вот. Оно здоровски пахнет. И когда в квартире прохладно, оно густое. А когда жарко, оно жидкое и прозрачное. Чудесное масло, очень много свойств у него. Внутрь, конечно, его не употребляют. Он хорош для всяких разных масочек, для кожи, для масок, для волос. Тут я уже видно сильно на мази, укола. Ну, ничего. Заодно и кожу рук себе не пропитаю. Очень хороший запах. Великолепный. После того, как ногтики, пальчики пропитаются маслечком, можно будет ногти покрыть каким-то лаком для защиты ногтей, либо специальным лечебным каким-то гелем, еще мазюкалкой какой-то. Даем ногтикам отдыхать. Ну, здорово, что получилось. Теперь я могу начинать снимать свои видео или продолжать снимать свои видео разными поделками и написанием картин, разные учебные уроки по рисованию. Если вам было полезно это видео, напишите в комментариях. Ну, и, конечно же, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Все, пока-пока.